На следующей неделе Одесская область может покинуть красную зону карантина вместе с еще тремя регионами Украины. Об этом в ходе брифинга сообщил аналитик Юрий Ганиченко. Все больше регионов нашей страны приближается к выходу из жестких карантинных ограничений. В первую очередь это Запорожская, Киевская, Луганская и Одесской области, рассказал руководитель Центра экономики здравоохранения КСЕ Юрий Ганиченко. Однако в ряде регионов сдерживающим фактором выхода из ограничений является недостаточное количество тестирований. По оценкам эксперта, именно коэффициент выявления случаев среди ключевых показателей будет стабилизироваться в областях последним. Ситуация стабилизируется, увеличивается. И будем говорить уже третий тиждень поспіль про то, что это еще не перемога над вирусом остаточной, что мы все еще перебуваем на достаточно больших значениях захворюваности и смертности. Тоже традиционно мы начинаем из ситуации в свете и с фокусом на Европу. Мы бачим сира лінія захворюваности в свете на 100 тысяч населенных, где невеликое растение. Большой мировой воно причинено тем, что идет великое растение в Европе. Это как раз тот прямой фокус, на который необходимо в первую очередь дивиться и в Украине. Який фокус тут и в Европе, который мы сейчас постигаем, это то, что в ряде страны идет повторный спал. Это абсолютно прямая загроза Украине. В том плане, что даже после спада, который сейчас, первый тиждень явно уже начинает спостерегаться в Украине и за количество выявленных случаев, и мы далее побачиваем и госпитализацию, после такого спада может быть повторное растение. Это абсолютно прямым риском для Украины, поэтому мы продолжаем говорить о том, что ситуация в Украине сейчас локально покращается, но пока что мы не говорим о остаточном прохождении пика по точно третьей хвили в Украине. Зараз те, что по цифрах мы бачим, у нас за останній тиждень на 8% скоротилась захворюванность в Украине в плане количества выявленных случаев. И на отличие от Украины, Европа продолжает результаты.